В Гомеле подвели выники фестиваля «Беспечное детство». Церемония ознагароджения призеров прошла в Гомельском институте развития адукации. Лепшие работы у Дельникова ценила Ганна Корольчук. Все лето до отдела фестиваля «Беспечное детство» подключились практически все дошкольные установы адукации. Тому областным туром можно было увидеть представников каждого района. Мероприимство, организованное Министерством адукации и МНС, проходит в шестый раз. За этот час уровень представленных работ значительно взросл. Над ими старанно работают не только педагоги, а и дети разум с батьками. Самая главная цель при проведении данного фестиваля является обучение и подготовка наших воспитанников к более самостоятельной жизни. Есть ряд примеров, когда ребята и дошкольного возраста, и по мобильному телефону осуществляли звонки в систему МВД, МЧС. Это отражалось в средствах массовой информации, мы об этом знаем. Но благодаря обучению в детских и дошкольных учреждениях и учреждениях образования, в такой практике ребята могут в экстремальных ситуациях повести себя правильно. Дети разум с выховальниками уладковали кутки безопасности, створили специальные гульни и вучили важные правила. Выники работы проставили у номинации «Дидактичная гульня». А кроме звукных пазлов и лото, есть даже роботы-воротовальники, которые спешаются на допомогу. Знаки. Более младшие воспитанники могут их назвать, более старшие даже систематизировать, то есть разрешающие и запрещающие вспомнить, какие еще знаки существуют. Пожалуйста, вспомнить можно алгоритм вызова экстремных служб. У нас вот такая цветовая гамма, и у него сразу идет ассоциация, что это, это светофор. Установы дошкольной адукации так само проставили тематичные выступления выхованцев и видеоролики с уделом батьков, гоноримся, что навучили. Абсолютным переможцем областного этапа стал яс-лисад номер 5 города Светлогорска. Установа проставила работы во всех четырех номинациях и показала на запашины за 10 годов опыт навучения детей правилам безопасности. Вы все знаете игру «Домино», она очень интересна, но эта игра представлена в новой обложке, скажем так. Она мобильна, интересна, ее можно использовать не только дома в учреждении, но и за городом, взяв с собой этот чемоданчик безопасности. Роликом мы представили опыт семейного воспитания, принимало участие две семьи. Я считаю, что эти семьи показали опыт тот, который у них накоплен, и этот опыт можно использовать другим законопредставителям наших воспитанников. Свои узнагороды отримали призеры особных номинаций. Переможцы представят нашу в область на Республиканском фестивале у Минску. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».